МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей. На телеканале Грудно плюс в студии Наталья Дюрдь. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Почти закончили выносить инженерные сети. Сооружается земляное полотно под дорогу. Закончили демонтаж покрытия по улице Подкрыжатской. Как продвигается строительство объездной дороги в Гродно? Запрет действует, а лекарства дорожают. В Гродненской области выявили нарушение ценовой политики в аптеках. Не дышат, вызывают раздражение и дискомфорт. В продаже появились опасные брюки для детей. Вековые традиции в современной интерпретации, как на Гродничине, сохраняют и развивают нематериальные культурные ценности. Турнир по стрельбе из пневматической винтовки прошел в Гродно. Участниками чемпионата стали представители СМИ. На завершающем этапе работы по выносу инженерных сетей сооружается земляное полотно под дорогу и уже выполнен демонтаж покрытия по улице Подкрыжатской. Строительство объездной дороги в Гродно идет полным ходом. В эти дни на объект завозят песок и щебень для конструктивных слоев, устанавливают водопропускные трубы. До конца октября земляные работы по сооружению насыпи планируют завершить. Однако многое, говорят специалисты, зависит и от погоды. В возведении объездной дороги задействованы около 100 рабочих и порядка 70 единиц техники. Предстоит еще порядка 100 тысяч тонн грунта перевести из выемки в насыпь, а затем приступить уже к сооружению дорожной одежды. Слой песка, слой щебня, ну и, соответственно, асфальтобетон сверху. Уже много штабелей заготовлено щебня для дорожной одежды. Поступают материалы каждый день. Четыре полосы. Значит, две полосы в одну сторону, две, соответственно, в другую. И ширина полос по 4 метра 25 сантиметров. Новый участок автомагистрали – это часть концепции Большого кольца вокруг города. После трассы М6 дорога выйдет на проспект Космонавтов, пересекая Скидийское шоссе. Пройдет в районе улицы Карского и выйдет к жилому микрорайону Грандичи. Полностью завершить работы здесь планируют в августе следующего года. В Гродинской области выявили факты необоснованного повышения цен в частных сетях аптек. Об этом сообщили в Комитете государственного контроля. Там напомнили, что любой рост цен в Беларуси запрещен. Жесткое требование распространяется не только на сетевые магазины, торговые объекты шаговой доступности и оказании услуг, но и на аптеки, как государственные, так и частные. Создана рабочая группа, которая контролирует стоимость лекарств. Фиксацию цен провели 5 октября, а уже седьмого специалисты проверили около 160 аптек. К значительной части реализуемых препаратов применена максимальная торговая надбавка. Отсюда и подорожание на 20%. Добавим, что в частных аптеках, где в основном и нарушают ценовую политику, сейчас проводят переоценку определенного перечня препаратов, чтобы стимулировать потребительский спрос и повысить покупательскую способность. После запрета на повышение цен на товары, поступившие в аптеку, одно из сетей лекарственные средства, изделия медицинского назначения были поставлены в аптеку с завышенной розничной ценой от 2 рублей до 3 рублей. Аналогичная ситуация в иной сети аптек частной формы собственности. Так, 39 позиций товара, поступившего 10 октября, также подлежало переоценке. Ну, чтобы не быть голословной, например, всем известный гипотензивный препарат Куамлеса. Поступил по новой цене 25 рублей 92 копейки. После переоценки он стал стоить 23 рубля 88 копеек. Такой препарат, как Упсарин, Упса, шепучие таблетки, новая цена 12,66. После переоценки он стал стоить 10 рублей 84 копейки. Обращают контролеры внимание не только на цены, но и на ассортимент лекарств, медицинских изделий, витаминов и других товаров. Он должен быть представлен в полном объеме. Установлено, что ряд аптек сегодня работает только на склад. Такие факты госконтроль фиксирует и планирует вернуться с повторной проверкой, чтобы изучить формирование цены на новый товар. Всего на Гродничине с 7 по 18 октября промониторили 6167 объектов торговли и оказания услуг. Нарушения выявили в 63. За последние сутки проверили еще 1382 объекта, из которых в шести случаях также нашли нарушения. Цены были приведены в соответствии. Всем выявленным фактам дают правовую оценку. Возбуждено 5 уголовных дел. Добавим, в Комитете госконтроля Беларуси работает горячая линия. Позвонить по вопросу обоснованности цен можно по номеру 191. В Беларуси проводится ежегодная плановая сверка учетных данных военнообязанных. Это делается для своевременного внесения изменений, что предусматривается действующей системой воинского учета. Об этом сообщает Министерство обороны. Граждан вызывают для сверки данных путем личного общения в военных комиссариатах и органах власти по месту работы или учебы, а также по месту жительства. Вызов для беседы проводят в рабочем порядке, в том числе повестками и по телефону. Мероприятия будут завершены до конца текущего года. Это поручение главы государства Александра Лукашенко. Отличие этой работы от той работы, которая проводилась ранее в планах военных комиссариатах, только в том, что вызывается большее количество военнообязанных, для того, чтобы можно было путем личного общения уточнить их учетные данные. Поэтому вся фейковая информация, которая сейчас публикуется в различных интернет-каналах, она недостоверна. Нет никакой почвы для беспокойства. Граждане просто будут вызываться в военный комиссариат, их данные будут уточняться, и они будут убывать к месту работы или к месту жительства. Мобилизация в Республике Беларусь не проводится. В продаже появились брюки для детей, которые не соответствуют требованиям. Опасный товар выявила Гродненская областная инспекция госстандарта во время очередной проверки. Теперь реализация продукции запрещена к ввозу и обращению в стране. Сегодня покупатели обращают внимание не только на внешний вид, удобство и практичность одежды, но и на ее качество. В данном случае производитель не прислушался к рекомендациям. На первый взгляд, простые брюки оказались сшиты из материала, который может негативно отразиться на здоровье ребенка, вызвать зуд, раздражение кожи и аллергию. Брюки для детей дошкольного возраста российского производителя не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, по показателю безопасности гигроскопичность. Показатель при норме не менее 6% для одежды трикотажной второго слоя составил всего 4,6%. По результатам проверки Гродненской областной инспекции госстандарта было вынесено предписание о запрете реализации несоответствующей продукции. Государственным комитетом по стандартизации данные брюки внесены в реестр опасной продукции, запрещенной к обвозу и обращению на территории Республики Беларусь. Беговые традиции в современной интерпретации. В городе над Неманом прошел республиканский семинар-практикум «Исторко-культурная спаджина, як ресурс устойливого развития Гродзенского региону». Гродно – город с большой историей и уникальными достопримечательностями, легенды о которых ходят и по сей день. Культуру региона стараются всячески сохранять и развивать. Особое внимание в том числе уделяет и нематериальным ценностям, песням, обрядам и танцам. Всему, что связывает прошлое и настоящее. К примеру, в эти дни 21 элемент нематериального культурного наследия Гродничины включен в государственный список историко-культурных ценностей страны. Накопленные за долгие десятилетия традиции белорусского народа будут полезны и молодежи, уверены участники семинара. Этот ресурс также будут использовать в качестве туристического потенциала Гродницкой области. Для себя мы ставим задачу, чтобы все наши туристические информационные центры включали объекты нематериального культурного наследия в туристические маршруты. И сегодня действительно можно приехать в город Лиду, посетить центр культуры и увидеть все стили белорусской одежды 19-20 века, которые носили наши бабушки и прабабушки. Это нематериальное наследие. Сейчас энтузиасты восстанавливают по крупицам. Эта технология сегодня вот-вот станет доступна для всех. В Сапоцкино можно приехать в музей Писанки, где по уникальным технологиям расписывают яйца к Пасхе. В Ворновском районе есть возможность увидеть колоритную цыганскую свадьбу, а в Мостовском – станцевать настоящую кадриль. В каждом районе есть то, что отражает культуру и сохраняет традиции. Об этом говорили и на семинаре. Лучшие представители культурной сферы Беларуси обсуждали способы популяризации нематериального наследия региона, а также говорили о новых направлениях работы. В Купаловском университете прошел семинар для работников средств массовой информации и идеологического актива области. Центральной темой встречи стал блокинг. В качестве спикеров выступали преподаватели кафедры журналистики, представители медиа и организаций области. В основном рассматривался вопрос места и роли государственных СМИ в сети. Семинар проводился в рамках инновационного медийного кластера. Это инструмент для обмена опытом, подготовки и повышения квалификации кадров, а также внедрения новаций. Огромную роль в его работе играет проведение научных исследований для анализа актуального состояния прессы в регионе и формирования прогнозов развития медийных платформ. Мы понимаем, что национальная безопасность республики сегодня напрямую связана с защитой нашего информационного пространства. И поэтому сегодня на семинаре, я думаю, будет выработан эффективный механизм создания общего информационного поля. Семинар проводится не случайно в Купаловском университете. С 2016 года функционирует инновационный медийный кластер. Наши преподаватели обладают и владеют современными информационно-коммуникационными технологиями. Нам есть чем поделиться уже с практиками. Открытие медийного кластера в Купаловском университете дает возможность объединить всех, кто задействован в информационном пространстве. Не открою секрет, мы должны присутствовать в этом кластере достаточно серьезным образом, влиять на информационную политику в Бродинской области, в республике и в мире в целом, доносить правдивую информацию. Но у нас, конечно же, есть соперники, есть оппоненты, и мы должны умело обходить их и научиться фактически превалировать в информационном пространстве для того, чтобы большинство населения получали достоверную истинную информацию от первоисточника. Любыми путями, будь то печатные СМИ, а в данном случае мы говорим о блогерах, которые сегодня владеют умами десятков и сотен тысяч, а есть и миллионов людей. В Гродно прошел турнир по стрельбе с пневматической винтовки. Участниками соревнования стали представители девяти средств массовой информации региона. Среди них и команда телерадиовещательного канала «Гродно плюс». Местом состязаний была выбрана база отдыха «Привал». Там организовали отдельную зону для стрельбы, а также было выделено пространство для тренировок. Сразу после прохождения инструктажа участники приступили к пробным попыткам, а после трех раундов – к самому испытанию. Я первый раз стреляла. На самом деле для меня это было очень волнительно, очень тяжело, потому что винтовка все-таки физически для меня оказалась не очень подъемной, потому что очень рука уставала. Одна, вторая держать, но в принципе у меня даже один раз получилось выбить десятку. Правда, это было на пробном, но все равно это прикольный, интересный опыт. В каждой команде выступали по два участника. Их баллы суммировались, и в итоге общие оценки распределялись в соответствии с рейтингом противников. Нужно вот сегодня посмотреть на эмоции наших коллег, которые мы под флагом «Динамо» собрали всех вместе. В непринужденной обстановке мы провели первый турнир по стрельбе из пневматики на призы лучшего снайпера среди представителей средств массовой информации Гродничины. Это очень классно, когда мы все вместе собираемся. Мы сегодня постреляли, мы сегодня пообщались, мы обсудили актуальные вопросы, какие-то проблемные. Это очень здорово. И очень хотелось бы, а мы это будем делать, турнир станет ежегодным. Мы будем проводить его каждый год, собираться вместе с своими коллегами. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 октября из-за сильного ветра. В четверг будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, а порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, а днем будет до 8 градусов тепла. МЧС напоминает, что не стоит парковать автомобили под деревьями и самим быть осторожными во время сильного ветра. Телерадиовещательному каналу «Грудно плюс» требуется на постоянную работу телеоператор. По всем вопросам обращайтесь по номеру 0152-6207-86 с 8.30 до 16.30. Резюме отправляйте на нашу электронную почту с пометкой «Вакансия оператора». И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей, как всегда, вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by А я с вами прощаюсь. Приятного отдыха на «Грудно плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова